здравствуйте уважаемые зрители сегодня по просьбе по многочисленным я сниму вот этот заброшенный дом саманный дом который я снимал в одном из видео и очень много было вопросов по размерам стен как он еще устроен здесь действительно домик очень старый я даже не знаю сколько лет я сейчас попробую еще здесь может быть у людей поспрашивать и вот давайте прямо начнем вот отсюда видимо это было у нее у него прихожая какая-то маленькая такая и вот посмотрите как устроен потолок дерево возможно акация очень долго сохранилась она обычно акация держится но может быть и не акация кстати вот это вот похоже на сосну но это конечно не факт я даже не знаю что это было на самом деле что за дом это был какой-то жилой дом или летняя кухня очень похоже на летнюю кухню конечно вот так как там стоит мебель и счетчики может быть и дом видите кого счетчик древний посмотрите может быть он когда-то и менялся конечно наверное да еще не дедушка ленин его проводил но все равно очень древний обратите внимание это тоже сама обычно такой такую штукатурку делали из легкого сама на это как бы утепление уже идет дополнительное утепление сейчас мы посмотрим а вот еще сразу я хочу показать как они раньше делали вот этот саман смотрите вот он уже весь упал на землю почему люди спрашивали как это было устроено вот этот саман видите у него даже следы остались от обрешетки вот этот кусочек где-то был здесь на потолке буквально вот так вот он висел у него даже видите вот следы от есть от доски доски возможно вот так вот он был эти как здесь хорошо встает вот прямо так и сюда вот он и упал вниз это все валяется вот на земле это тоже легкий саман посмотрите здесь преобладает солома я вот еще говорил здесь похоже какие то есть водоросли но это может быть иконский навоз кстати вот посмотрите здесь я обнаружил опилочки видите вот мелкая такая такое вкрапление опилок я в свою баню тоже добавлял опилки да действительно друзья есть опилочки есть вот я вижу камыш солома камыш или солома есть и опилки вот еще видите вот как держится кусочек на этой обрешетки современной технологии это очень хорошо использовать но естественно все делать выше до из других материалов но это будет работать друзья очень хорошо давайте дальше пойдем вот как вы увидели было все вот так заштукатурено слой здесь примерно я посмотрю там дальше сантиметра 2 слой небольшой кстати обычно это побольше делать штукатурку но дом старый и видимо такая она и есть тонкая вот на моем доме там уже штукатурка сантиметра 4 но там потому что уже переделывалась это что которую заново обратите внимание да здесь она вообще тоненькая здесь скорее вот добавлялась и здесь здесь где-то сантиметров всего лишь очень интересно какие-то даже щепочки здесь а вот она солома обратите внимание это литые стены бесплатные литые стены друзья литой сама очень хороший саман надо сказать очень хороший он очень крепкий вот это легкий саман определенно легкий здесь глины очень мало в основном посмотрите один наполнитель и он держится под дождями под всем представляете я уже не знаю сколько лет я попробую найти местных людей чтобы спросить это удивительно просто удивительно друзья я вообще в шоке если честно я как увидел этот дом я здесь не мог просто не зайти сюда вот как интересно еще была технология не видимо укрепляли здесь стену штукатурили обратите внимание какой-то человек брал проволоку и просто вот эту проволоку прибивал стену вот ее здесь видно очень хорошо посмотрите это было вот такая древняя штукатурка вот ее даже здесь видно вот проволочка вот так вот она была и он чтобы ее закрепить стену забивал такие своеобразные костыли очень хочу надеяться чтобы вам видно было это просто какое-то чудо я не знаю друзья я у меня канал называется деревенский заколхоз и вот посмотрите как люди раньше вот это делали здесь видимо он это делал армировал так сказать оконный проем получается я смотрю вдоль окна ведь вот везде такие заколхоз проволочки вот это возможно древний гвоздь они еще квадратные гвозди хочу здесь ничего нарушать а нет это уже круглый гвоздь хотя нет друзья квадратный гвоздь вы не поверите квадратный гвоздь видите вот здесь квадрат плоские стороны у него удивительно и вот представляете вот он так забивал сама накручивал проволоку потому что раньше не было седок никаких и советский металл до сих пор держится да это поразительно старые двери они очень надежные старые защелки вообще класс здесь уже крыша к сожалению обрушил и одна из стен тоже и вот здесь очень хорошо видно один зритель меня спросил как устроен потолок и просил замерить даже посмотрите очень хорошо видно что здесь уложен камыш как арматура и как теплоизоляция он работает сейчас посмотрим легкий это саман или тяжелый так друзья я могу сказать одно здесь использовался шлак видно по угольной пыли вот сейчас я повыше поднимусь посмотрите когда черепица было обратите внимание это черепица дом был покрыт черепицей значит он действительно такой старый но я ошибся это наверное не угольная ну взяла не угольный шлак видите здесь проходка здесь была печь стояла то есть тут труба и это наверно взяла просто сажа от печи и вот так вот был сложен дом да это легкий саман я вижу легкий саман тоже с преобладанием видите соломы так сейчас мы его замерим сколько примерно ширина значит слой вот этой соломы сама на примерно 15 сантиметров на 15 сантиметров вот там вот видны балки перекрытия уже растет действительно растение до скоро этот дом превратится просто в кучу глины но его можно построить друзья вот представляете как раньше допустим если дом старый вот такой заброшенный развалился весь новые люди могли прийти и используя тот же самый материал построить себе новое помещение какой-то новый дом если бы мне такой дом достался я бы ну я не знаю я бы за лето построил бы себе точно такой же дом по-быстрому это вообще очень хороший материал и он вечный практически знаете да глина она не портится это просто идеальный вариант для строительства посмотрите здесь кстати что-то написано конок овский конок овский завод друзья конок овский до завод если есть кто-то старожилы специалисты расскажите когда могли по моему туда же вручную вы штампа она я вообще удивлен это конечно просто удивительно давайте дальше посмотрим вот это камыш вставляйте вот какой толщины камыш использовался мы сейчас подъедем еще берегу моря я вам покажу где этот камыш растет друзья два сантиметра вставлять и два сантиметра ширина вот так вот это вообще удивительно да и посмотрите он противостоит природе до дождя морозы хоть бы что обратите внимание вообще ничего не происходит я почему использую вот камышиные маты до строительства тоже своем это просто удивительная вещь вот так вот делали кирпичи я сначала подумал что это царские это печка простая печь видите кирпич стоит на торце не вдоль как обычно на торце это делалось раньше из экономии тоже обмазывалась видите штукатурочка глина и вот здесь я уже друзья удивлен почему-то здесь легкий саман он обычно используется для утепления здесь они использовали чтобы штукатурить печь ну для безопасности все равно нужно чтобы не было вот таких вот прорыва угарных газов вот здесь вот я вижу у них возможно было где-то выход угарных газов но здесь спасало то что он сразу уходило это в потолок да очень интересно очень интересно старые розеточки действительно наверное еще устанавливал ленин это радио розетка под радио видите вот в этом месте очень маленький домишко очень маленький я даже сейчас его замерю примерно мы рулеточку желая комната 360 на 360 очень небольшая очень небольшая давайте я сейчас еще посмотрю саму толщину стен еще человек спрашивал толщина стен как так вот берем без штукатурки получается у нас так примерно 45 сантиметров 45 сантиметров стена у меня в доме практически такая же стена 45 сантиметров ширина со штукатуркой конечно больше вот так вот ставились балки набрасывался саман и это все вручную вставляйте как он держится я вот на самом деле я поражаюсь этим постройкам очень крепкий давайте теперь зайдем в комнату замерим здесь стену так так здесь тоже 45 сантиметров друзья также устроен потолок обратите внимание камыш высота потолка здесь примерно два метра я ростом метр восемьдесят шесть я головой почти достаю до потолка и это еще он сейчас отсырел видите доски как бы под тяжестью глины отсыревший они нагнулись обратите внимание вот сама щеки вот так вот сделан потолок я точно также колхозил камыш укладывал из двух сторон обмазывал уже глины длину надо использовать конечно у кого есть конский навоз с конским навозом это хороший антисептик еще он работает как связующие для глины если у вас нет каких-то стружек опилок солом и штукатурить хорошо вот как раз вот таким слоем тонким с конским навозом еще очень хорошо работает от рогоза от камыша метелочки они тоже вот действуют как такой ну как фибра да вот сейчас многие строители знают обратите внимание вот здесь мне кажется добавлены вот эти водоросли тоже похоже абсолютно легкий саман он очень легкий здесь очень мало глины основной наполнитель вот этот вот пилочки такой кусочек это уже побелка здесь видно вот первоначальный слой когда-то был побелки потом они добавляли синьку сюда и вот это вот готовый друзья материал просто его не надо выкидывать он не пахнет да он абсолютно не пахнет просто глина как копилочки такие знаете вот с глиной и все его сразу же в бетономешалку или в ванну размочить и обратно лепить вот это даже и здесь она не помешает это только будет плюсом вот здесь уже текла вода посмотрите когда они строили ее вот эту постройку возможно здесь торопились вот здесь стать обратите внимание тяжелый саман он очень крепкий здесь большинство глины я вот его даже пальцами не могу смять возможно это камушек просто попался похоже кстати на шлак какой-то да похоже на шлак может быть добавляли шлак сюда раньше топились углем в некоторых местах да похоже на шлак и посмотрите он какой крепкий я не могу его даже подчипнуть вот это друзья тяжелый саман возможно они снизу гнали вот таким именно тяжелым саманом и не дали высушить дома ну либо вода уже тут роль сыграла вода когда в вода и в щели она как бы разрывает да даже бетон разрывает и глину тем более сейчас крыши нет уже попадает вода но иногда бывает такое что люди торопятся и глина потом начинает трескаться это тоже как бы ничего страшного такого она забивается видите легким саманов который у нас идет для утепления здесь кстати я сейчас тоже померю вот здесь штукатурка внутренняя так она у нас идет уже три сантиметра ведь и внутренняя до штукатурка три сантиметра почему-то снаружи меньше а здесь больше на откосах я сейчас замерю так значит два с половиной значит три с половиной сантиметра вот этот условия штукатурки три с половиной сантиметра в этой комнате значит размер стены давайте возьмем здесь очень удобно со штукатуркой посмотри 65 сантиметров 62 62 сантиметра вот эта стена общая 62 сантиметра здесь была очень теплая комната я вам скажу классно вообще подоконник цел возможно тоже из дуба или заказ сделан доски им хоть бы что перекрытие окон обратите внимание до сих пор дерево живо ему ничего не будет еще очень долго потому что она обмазана глина это как антисептик работает когда она вместе с глиной дышит то есть набирает влагу и отдает влагу глина его спасает от жучков от атмосферных осадков вот пока она здесь держится интересно конечно я ломать не буду был бы мой дом я бы вам разобрал это полностью на самом деле очень интересно сейчас мы еще на улицу выйдем обратите внимание еще старая мебель осталась что-то изначе фанеры посадить какие невысокие подолки как люди раньше жили но это не мешало им иметь большие семьи до по 7 по 5 по 12 человек да вот эта проходочка саман не боится камыш не загорится даже если кирпичи здесь были раскаленные тут все будет в порядке я уже испытывал я даже представляю как здесь печурка работала горела было хорошо тепло и вот этот кирпич именно меня ввел в заблуждение я думал это царский кирпич но на самом деле это просто какой-то нестандартный тут конечно не видно ничего никаких надписей интересный дом вот я показываю кстати обратите внимание я только заметил как они балки шпагревали видите глина держится на дереве только-только она стала отваливаться то есть у них было не покрашено вот видите слой легкого самана возможно они все это утепляли специально давайте сейчас выйдем на улицу посмотрим еще как с улицы кстати обратите внимание кто-то здесь уже разобрал видимо ну я не знаю родственники соседи наверное хотят уже себе забрать вот эти двери окна ну я даже не знаю друзья вот здесь еще дом но это уже он какой-то помоложе давайте зайдем посмотрим раз уж мы тут оказались вот тут уже дом повыше и построен с блоков обратите внимание блоки да они обработаны тоже зашпаклеваны вернее саманом для утепления посмотрите какой здесь толстый слой вот как я говорил примерно слой как у меня в доме тут даже толще тут местами до 7 сантиметров но это кто-то не умел блоки выкладывать видите криво они здесь просто заштукатурили и тем самым выровняли стену и тоже сделали так же по старинным технологиям и сантиметров еще не может быть вот это вот 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 ну вот 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 розеточки уже такие современные ради какой здесь был красивый вид из окна я сейчас друзья покажу какое-то чудо обратите внимание вид на море это называется домик у моря вообще шикарно сенокосик здесь сразу же очень хорошо вот мне больше нравится та постройка конечно это тоже по-своему интересно но это уже такая она современная посмотрите здесь маки растут вот такая простая хатка и люди жили не тужили все было хорошо радовались жизни так это выглядит снаружи домик маленький малюсенький можно сказать самое главное находится на берегу моря друзья это конечно красота цараде вокруг моют птицы участок достаточно большой удивительное место а вот кирпич видите какой большой здесь он в этом месте широкий так это получается 14 сантиметров здесь 13 видите он какой-то нестандартный я вообще не понимаю его возможно делали сами вручную вот обратите внимание я сейчас вам положу два кирпича этот у нас кирпич допустим 23 сантиметра так этот 26 и вот почему кто специалистом скажите почему такой кирпич разный может быть и нестандартный ветер шире уже с одной стороны вот эта сторона шире здесь уже край жили не делали сами кирпичи обжигали ряду кто сторожил на кубани расскажите то очень интересно старались убрать обратите внимание да как сделано молодцы конечно я удивлен даже надо столько сил терпения такой дом сделать еще и украшать его сейчас мы еще подъедем я покажу вам место где они добывали глину очень похожи мы это и солома вот эту я возможно раньше копали когда погреб или вот например вот этот колодец друзья вот обратите внимание как у колодец там глубина наверное метров 7 отсюда сама глубина колодца скорее всего метра 3 я даже попробую замерить я замерил самки сон где-то около трех метров там не видно темно даже можем поменьше 250 ширину я там не могу заглянуть но это наполнительный кессон то есть наполняли воду вода была видимо привозная пользовались этим колодцем все было в порядке интересно возможно был конечно колодец и здесь где-то выкопан но я тоже не уверен на море сейчас мы подъедем я вам покажу так что я надеюсь я теперь подробнее объяснил как этот дом сразу у меня может быть не получилось там подробно конкретно кому нужно друзья вот вроде такие дома вы не ошибетесь это самый лучший вариант у кого опять же нет лишних денег вот такой маленький домик это будет вообще шикарно дачу построить вот такой домик я один я уверен построю за лето это сто процентов а сейчас поедем посмотрим какой здесь прекрасный берег моря да потихонечку так можешь вернуться пока в этом месте очень много вот таких вот я не знаю что там ураг канава явно какое-то искусственное выкопанное место я тоже не уверен просто говорю как и это глина и как раз возможно и построили вот она сейчас если ее намочить водой можно очень хорошо лепить видите вот здесь как бы такое враг но он заканчивается у поля он не идет туда дальше если вытекла вода это было дальше сегодня очень сильный ветер красивое море и видите вот этот тот самый о котором я говорил никуда ходить не нужно просто набираешь глину они наверняка возили ее на телегах рубишь этот камыш а здесь он очень хорошего качества он такой крепкий толстый видите вот он просто ну метров по пять я уверен потому что вот обратите внимание я на высоком обрыве как бы стою и вот эти камыши они практически сюда достают некоторые вот там особенно вот те длинные это вообще удивительно удивительный хороший материал и вот пожалуйста смотрите все есть вода есть глина есть да конский навоз есть это уложить телегу возить с этой глиной тут же идешь собираешь и у тебя готовый материал вот так друзья раньше люди жили и жили очень хорошо счастлива здесь вообще красивые места кругом церкви виноградники вставляете не выращивали свой винограда держали скотину очень было хорошо жить и это нашу с вами бабушки прабабушки для кого-то конечно же прапрабабушки и прапрабушки но это надо сохранить на память на этом друзья наверно буду заканчивать очень сильный ветер здесь я даже не знаю будет ли вам это слышно что я говорю всем удачи счастья и стройте такие саманные дома вы не пожалеете самый лучший вариант я считаю